МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяна Молокова. Главные новости страны и Чуваши. Материал репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. Здание санатория Алыпару скоро заполнится до предела. С чем это связано и какие работы там проводятся? Как прожить до 100 лет и не останавливаться на этом? Житель Комсомольского района раскрыл секрет долголетия. По следам строителей безмолвных рубежей, что сделано в Чуваши для увековечивания памяти строителей сурских рубежей. Готовность номер один. В Чуваши ждут прибытия беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Почти 300 человек разместят в обсерваторе Алыпару санатория «Лесная сказка». Репортер Ольга Алексеева побывала на месте и выяснила, все ли готово к приему гостей. Такое количество людей, как сегодня, в обсерваторе Алыпарус не было давно. Последние жильцы съехали в декабре прошлого года. Здания пустовали. И вот теперь 300 мест будут заняты жителями Донецкой и Луганской народных республик. Их приезда в санатории ждут. Идут последние приготовления. Первичное медицинское обследование, первичный медицинский осмотр с регистрацией полностью всех данных жителей. Размещать гостей будут в спальных корпусах на двух этажах. Здесь что имеются? Комфортабельные условия. Это значит прикроватные тумбы на каждого, кровать, стол и стулья соответственно. Кроме этого, значит здесь организована у нас душевая и туалет, санузел. Ожидается, что почти половина – дети. Но и к этому в санатории готовы. А это комнаты квартирного типа для семей. Здесь, например, могут расположиться три человека. А здесь мама с ребенком. Также здесь отдельный санузел, ванная комната и кухня. Сейчас здесь довольно пусто, но уже в ближайшее время установят стиральную машину, привезут сушилку для белья, гладильную доску, утюг и все необходимое для жизни. Помогать приезжим в заселении и в последующей адаптации будут волонтеры. Они подскажут, что, где и когда. Здесь же будут работать психологи. Открыт детский сад для малышей. Школьников планируют устроить в учебное заведение Маргаушского района. С питанием тоже все продумано. Оно будет четырехразовым. Первая задача – встретить людей. Провести все необходимые мероприятия, в том числе и медицинские обследования, потому что люди в дороге. Понятно, то есть мероприятия по обеспечению питанием, пребывания. Все они уже подготовлены, как говорится. Все службы и все лица, которые участвуют в этом процессе, тоже в ожидании. Соответственно, принять людей, расположить и потом уже заниматься всеми остальными вещами. Еще одна важная задача – обеспечить качественную сотовую связь. Этот вопрос решится в ближайшее время. Вышку уже начали устанавливать. Как вы видите, ворота, санатория, алые паруса раскрыты. А это значит, что приезда гостей ждут с минуты на минуту. А когда именно это случится, покажет только время. Ольга Алексеева, Семен Антонов, Республика. В Чебоксарах, как и во многих городах страны, открываются центры по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Центр начинает работу завтра, 23 февраля, и будет открыт до особого распоряжения. С 10 до 16 часов ежедневно, кроме воскресенья, во дворец детского и юношеского творчества. По адресу Президентский бульвар 14 в качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары. Все предметы должны быть новыми в цельной упаковке и с этикетками о продукты питания, с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности. Кроме того, каждый желающий может стать добровольцем акции «Мы вместе» и принять участие в сборе гуманитарной помощи. К другим новостям. Что сделали и что сделают в Комсомольском районе, планируют развивать практически все сферы жизни населения. Образование, культура, спорт, сельское хозяйство и многое другое. Подвести итоги 21-го и обозначить задачи на 22-й. Для этого в село Комсомольское приехала глава Чувашской республики Олег Николаев. Комсомольский район – лидер по производству картофеля в республике. Рабочими местами и продукцией население обеспечивает местная агрофирма. Недавно здесь построили новое складское помещение и закупили оборудование. Это позволило решить проблему хранения картофеля, которого, к слову, производят более 25 тонн в год. Естественно, будем поддерживать такие проекты, которые создают современные технологии, современные рабочие места. А самое главное, здесь мы выходим с вами на другую добавочную стоимость. А поддерживают сельхозпроизводители уже давно. На строительство и закупку оборудования компания потратила более 150 миллионов рублей. По федеральной и республиканской программам вернут часть затрат – около 30 миллионов. И сэкономили, и улучшили качество продукции. Такое вот эффективное распределение ресурсов. Сюда будет картофель подвозиться, будет фасоваться в мелкие фасовки от килограмма до 25 килограммов. И будет поставляться в сети. Развивать сельское хозяйство будут и дальше, в том числе и с привлечением инвестиций. Помимо этого, в Комсомольском районе повышают и качество жизни населения. В 2021 году отремонтированы школы, детские сады и дома культуры. Открыты центры «Точка роста». И это только начало. В этом году, в следующем году организуем и обновление школьных стадионов, футбольных площадок и других составляющих, которые важны и нужны для развития ребенка. Как минимум по трем основным направлениям. Это обучение, творческое развитие, ну и, соответственно, физической культуры и спорт. Развивать дополнительное образование и творчество в районе с появлением точки роста стало намного эффективнее. Ребята уже занимают призовые места в конкурсах робототехники, изучают новые технологии и даже создают свое телевидение. Что вы можете сказать по поводу выступления наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине? Я восхищен нашими спортсменами, что они проявляли тем, что как они проявляли силу духа и выкладывались, несмотря на то, что было беспрецедентное давление. Валерия Иванова и Арина Павлова. Ученицы 11 класса еще даже не поступили в институт, а уже провели серьезную журналистскую работу. Взяли интервью у главы Чуваши Олега Николаева. А это не всегда удается и профессионалам. Мы очень рады, что нам удалось взять интервью у Олега Алексеевича. Мы считаем это достижением. Эксклюзивное интервью глава Чуваши Олег Николаев о зимних Олимпийских играх в Пекине. Такую новость услышат первыми зрители школьного телевидения в Комсомольском районе. Екатерина Никитко, Георгий Кривошейн, Республика из Комсомольского района. В Чуваши возобновляются медосмотры и диспансеризация. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Владимир Степанов. Возобновление диспансеризации стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Переболевшие COVID-19 тоже могут пройти обследование, но только после полнейшего выздоровления, если нет симптомов заболевания. Сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное Дню Защитника Отечества. В зале те, кто защищал Родину и те, кто гордится защитниками, те, кто бережно хранит память о подвигах наших отцов и дедов, отдает дань уважения людям, посвятившим свою жизнь служению Родине. Среди выдающихся земляков немало людей в погонах, поэтому праздничные мероприятия в театре оперы и балета начались с фильма, подготовленного Национальной телерадиокомпанией Чуваши. Отличившимся в торжественной обстановке были вручены награды, торжественные мероприятия продолжали выступления сольных певцов и ансамблей песни и танцев республики. На безымянных высотах темни наши слышны голоса. 23 февраля мы чествуем людей, чьей профессией стало беззаветное служение Родине и ее интересам. Не последнее место в этом списке занимают полицейские, которые ежедневно борются с криминалом. Герои нашего следующего репортажа – сотрудники МВД, братья-двойняшки Валерий и Владимир Петрова. С ними встретилась Марина Сергеева. Валера, Володя. Или я опять перепутала? Нет, все правильно. Братьев Петровых в МВД по Чувашской республике, как известных спортсменов, знают многие. Но, как правило, путают друг с другом. Двойняшки не обижаются. С рождения у них все на двоих. Детский сад, спортивная секция, школа, университет и даже служба. Выбор профессии определила общая любовь к спорту. Отец занимался. Он как сам кандидат мастера спорта под жидо. В Советском Союзе еще тренировал свое время. Потихонечку приучил. С детства где-то с 9-10 лет. К нему ходили, да, уже маленькими, а вот более серьезно уже с 4 лет он нас таскал. Свой служебный путь в органах внутренних дел Петровы начали в спецподразделении. На двоих у них 17 выездов в командировки на Северный Кавказ. Сейчас Валерий и Владимир продолжают службу в управлении по контролю за оборотом наркотиков. Но спорт и отличная физическая подготовка для них по-прежнему на первом месте. Петровы – кандидаты в мастера спорта по зюдо, самбо и рукопашному бою. Неоднократные победители различных чемпионатов МВД Республики и Приволжского федерального округа. Петровы признаются, что переносить служебные тяготы вдвоем легче. Братское плечо рядом, ближе любого. Помоложе были, нас путали. Сейчас уже, в принципе, не путают. А друг друга можете так поменять, например, так раз взять? Если человек, наверное, нас видел, то один-два раза. Может быть, и перепутает, если поменяемся. А так – нет. А в школе пользовались этим? Нет. И в университете пользовались. Ну, в университете, да, бывало такое, друг другу помогали. А в школе? Один раз, наверное, в школе. Один раз, наверное. А на свидание не ходили? На свидание нет. Не доверяли, да, девушки? Нам разные девочки нравились. Сейчас Валерий и Владимир передают свой богатый спортивный опыт молодым коллегам. И обучают азам единоборств своих детей. Возможно, в будущем в МВД по Чувашии Петровых станет еще больше. Прокурор, государственный обвинитель, служащий Кремлевского полка – все это один человек – Александр Лаврентьев. По итогам республиканского конкурса за 21 год он стал лучшим в своей профессии. Какие качества нужны для того, чтобы попасть на самую престижную службу страны и как армия помогает в дальнейшей жизни? Анна Центовская нашла ответы. Попасть в президентский полк для Александра Лаврентьева было не мечтой, а главной целью. В 2017 году, пройдя множество медосмотров и комиссий, врата Кремля для него все же распахнулись. Вглядя на эти фотографии, я испытываю чувство гордости, поскольку мне довелось принимать присягу в центре нашей Родины, прямо на территории Московского Кремля, на ее соборной площади. Вместе с Александром в полку служили еще 9 уроженцев Чувашии. Всем им вручили часы от главы Чувашии. Но и это не все трофеи. Вот здесь у меня хранится моя форма, в которой я проходил службу в президентском полку. В частности, это темно-синий китель. Можно обратить внимание, что есть два нагрудные знака. Эти нагрудные знаки присваиваются руководствам войсковой части по итогам сдачи проверки на знания воинских дисциплин. Воспоминания о такой престижной службе хранятся не только в фотоальбомах и шкафу. Самое главное – в сердце. 22-й с водой рождения я встретил в период службы в армии. В частности, я состоял на службе в карауле. Разумеется, речи ни о ком торте не могло и быть. Но я сделал сам себе бутерброд с маслом, и который мне казался тогда вкуснее любого торта. Такая закалка духа и нелегкий, но интересный опыт службы помогли Александру Лаврентьеву в дальнейшем. Теперь он государственный обвинитель в Верховном суде Чувашии. Основная его задача – доказать суду, что человек на скамье подсудимых действительно виновен. Расскажите, где проходят судебные заседания и как расположены вам участники? Судебные заседания проходят в данном помещении. Это главное место зала судебного заседания. Здесь находится судья, который ведет судебный процесс. Далее здесь располагаются защитники. Непосредственно от их близости, как правило, находятся их подзащитные, то есть подсудимые. И в зависимости от категории дел, по особо сложным, по особо опасным уголовным делам, подсудимые находятся вот в данном помещении. Далее. Вот здесь у нас располагается секретарь судебного заседания, который ведет протоколирование судебного процесса. Ну и это место государственного обвинителя, участвующего по делу прокурора. Как правило, именно здесь нахожусь я. Профессия требует рационального мышления, стойкости и большой ответственности. Найти необходимые доказательства не так просто, как может показаться. На это уходят дни и недели, а бывает и месяцы. Но, несмотря на всю серьезность профессии, эмоции тоже проявляются. Во-первых, все мы люди, поэтому испытывать теленные чувства нам не чуждо. Как правило, мы испытываем чувство сострадания к потерпевшим, чьи интересы защищаем мы в суде. Также бывает то, что испытываем чувство жалости по отношению к самим подсудимым, потому что на их месте бывают, оказываются, и женщины, и в том числе несовершеннолетние дети. Но все же закон есть закон. И порой эмоции приходится прятать за каменным лицом правосудия. Анна Центовская, Семен Антонов, Республика. Чувашская Республика 7 лет сотрудничает с Балтийским флотом. В канун Дня защитника Отечества Олег Николаев провел видеомост с экипажами кораблей Чуваша и Новочебоксарск. Чувашская Республика – единственный регион России, у которого четыре подшефных корабля. Это базовые тральщики «Ядрин» и «Новочебоксарск», гвардейский ракетный катер «Чуваше» и погранично-сторожевой корабль «Чебоксары», который стоит на приколе в Чебоксарском порту, и там организован музей. В ближайшее время мы, конечно же, его еще дооснастим в более современный формат такого музейного пространства, который будет выглядеть более современно, естественно, оснащен уже современными интерактивными сервисами. Через такое соприкосновение, через такое общение все больше и больше молодых ребят будет выбирать себе путь, жизненный путь защитника Отечества. Ежегодно юноши из Чувашии призываются на Балтийский флот. Часть из них проходит службу на ракетном катере «Чувашии» и базовом тральщике «Новочебоксарск». Я очень рад, что попал в служебный Балтийский флот, ведь не каждому суждено здесь оказаться. Большую роль в подготовке к службе играет семья. Именно она прививает любовь и уважение к родине. На мероприятии присутствовали и родители военнослужащих Балтийского флота. Он с детства мечтал служить именно на флоте, и его мечта осуществилась. На службу он не жалуется, очень доволен, что попал именно на Балтийский флот. Тем более он служит на корабленной «Чувашии» и служит не один, а с ребятами из Чувашии. Мы его настраивали, воспитывали настоящим мужчиной и прививали те качества, которые сейчас ему позволяют достойно служить, предоставлять нашу семью, республику Чувашию на Балтийском флоте. За время совместной работы с войсковыми частями Балтийского флота в Чувашской республике выстроилась система военно-патриотического воспитания на основе флотских занятий. Эта работа помогает призывникам определиться с местом службы и с честью защищать интересы Родины. Милиана Алексеева, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика. Самому пожилому ветерану Комсомольского района Ревакату Прохоровичу Моисееву в этом году исполнилось 100 лет. В прошлом участник войны, журналист и общественный деятель. Сейчас он проживает на пенсии в своем родном селе Ойкосы. Его жизнь не была легкой. В 20 лет Реваката призвали на фронт. Он служил в 324-й стрелковой дивизии. В 1943 году Ревакат участвовал в битве на Курской дуге и был тяжело ранен. После войны он взялся за перо и стал писать в газеты. Он был общественным корреспондентом изданий «Хыбар», «Советская Чуваша» и «Комсомольская районная газета» «Казальем». Сто лет. Несмотря на возраст, Ревакат Моисеев ведет активный образ жизни. Делает ежедневную гимнастику и каждый день гуляет на свежем воздухе. До 96 лет Ревакат Прохорович участвовал в лыжне России и являлся самым зрелым участником соревнований. Здоровый образ жизни – вот рецепт долголетия, говорит он. С малых лет и до сих пор зарядки делаю. Сейчас хоть как будто уже нельзя, все равно еще ежедневно зарядки делаю. Вот сейчас утром встаю, один круг делаю. Со столетним юбилеем ветерана поздравил глава Чувашии Олег Николаев. Он поздравил долгожителя с наступающим Днем Защитника Отечества и поблагодарил его за отважную службу Родине. Ревакат Моисеев работал счетоводом в колхозе, секретарем комсомольской организации и служащим Госбанка. За большой вклад в развитие социально-экономической жизни района в 2014 году Ревакату Прохоровичу присвоили звание почетный гражданин комсомольского района. Наталья Егорова, Бахтияр Вилеев, Георгий Кривошейный, Республика из Комсомольского района. 21 миллион рублей сэкономила Республика на преобразовании районов в муниципальные округа. Это стало известно в ходе рабочей встречи главы региона Олега Николаева и председателя контрольно-счетной палаты Республики Светланы Арестовой. Ваше предложение в рамках послания оказалось настолько своевременно, потому что с 1 июля 2021 года федеральное законодательство потребовало, чтобы у муниципальных контрольно-счетных органов были самостоятельные юридические лица с достаточной численностью. Что, в принципе, наверное, в рамках наших бюджетов это не совсем приемлемо. И мы оказались одни из первых, кто стал централизацию проводить в муниципальных контрольно-счетных органах. Централизация внешнего муниципального финансового контроля позволила одновременно проверять освоение бюджетных средств как в рамках регионального, так и муниципальных дорожных фондов. Проверили также соответствие бюджета муниципальных образований и их взаимосвязь с действующими региональными государственными программами. Самая главная задача – это, конечно же, повысить эффективность использования бюджетных средств. А самое главное – вовремя скорректировать и сделать так, чтобы поставленные цели и задачи, которые за фиксирование в государственных программах, национальных проектах, были реализованы своевременно, ну и, соответственно, с использованием тех средств, которые на них заложены. А вот в энергосбережения сэкономить не удалось. В прошлом году в 10 раз снизилась экономия бюджетных средств. В 2021 году на территории региона не был заключен ни один энергосервисный контракт из 224 возможных. Только 5 органов местного самоуправления из 26 обратились в Центр энергосбережения, чтобы разработать муниципальную программу. На сегодня в Чуваши действует 80 энергосервисных контрактов. На совещании отметили, что некоторые предприниматели и организации выполнили работу формально. Они использовали в программах ссылки на устаревшие или несуществующие нормативные правовые акты. На совещании приняли решение о необходимости корректировки программы. Всего на территории Чувашской республики порядка чуть более 1400 учреждений, в которых требуется разработка программы. Центром проведена работа по актуализации разработки программ энергодовижения для 600 учреждений. Анализ этих программ энергодовижения показал крайне низкое качество их разработки. Некорректные целевые показатели по снижению энергопотребления. Руководители муниципальных районов и округов должны разработать и утвердить муниципальные программы энергосбережения до 30 июня. Администрации городов должны принять программы до конца сентября. Центр энергоэффективности разработал в разрезе каждого муниципалитета некие подходы. А муниципалитеты просто решили, зачем нам этим заниматься. Ну и что, хорошая бумага, интересно написано. Ну, положим его на полку, как обычно, пусть он пылится. Ну, так и пойдет. Напомним, на данный момент в рейтинге энергоэффективности Чувашская республика занимает 11 место в России. Регион имеет один из самых высоких рейтингов А+. Это большой прорыв. По итогам 2019 года Чуваша занимала 22 место и имела рейтинг Б. В Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сейспеля подвели итоги года, посвященного трудовому подвигу строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей. То, что вокруг идеи патриотизма, причем не просто идеи патриотизма, основанной на конкретных исторических событиях, имевших быть место в годы Великой Отечественной войны, то, что нам удалось сплотить и старым лад, а самое главное добиться вот таких ощутимых результатов, это, конечно же, вызывает восхищение. Фойе театра – выставка, которую подготовил Чувашский национальный музей. Она организована в легко и быстро разбираемую конструкцию. Выставку можно развернуть где угодно. Мы его можем отравить в школу. Мы можем, вот видите, здесь вообще ничего не надо. В память о строителях оборонительных рубежей было создано немало творческих проектов. Выставки, музыкальные произведения, танцевальные постановки, спектакли, фильмы. Некоторые из них продемонстрировали на экране. У нас награждают группу специалистов и руководителя, которые снимали фильм «Сюда не стопит нога врага». Фильм создавался на основе видеотеки тружеников тыла. Мы ездили сначала по районам республики, снимали, брали интервью у тружеников тыла, участников непосредственно событий строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Каждый из награжденных внес большой вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы встречались с школьниками, мы делали мастер-классы, мы беседовали, после спектакля оставались еще, продолжали свой разговор. Поэтому я думаю, что эта медаль дали не только мне, а нашему коллективу Театра юного зрителя. 2021 год завершился, но мероприятия, посвященные Сурскому и Казанскому рубежам, не заканчиваются. Министр культуры Светлана Каликова отметила, что в ближайшее время предстоит еще немало работы, в том числе и открытие мемориала в честь строителей рубежей, над которым сейчас работают лучшие строители чувашие. Милиана Алексеева, Николай Скворцов, Республика. На все руки мастерицы, волонтер и педагог Нина Терентьева из села Калинина знаменита своими работами. Познакомиться с рукодельницей и посмотреть на работу отправилась наша съемочная группа. Как положено, хлебами, солью, по традициям. Встретила Нина Терентьева гостей. Всегда так встречали, говорит хозяйка. Комнаты в доме, как залы в музее, повсюду картины, вышивки, работы мастерицы. Благодаря маме, говорит Нина Сергеевна. Вспоминает, как мама вышивала и вязала. И обучала этому ее. Вот здесь вот в белом платке сижу я, да? А здесь уже в черном платке. И здесь это вышивка. Опять мамина платье сама шивала. Я смотрю на эти калуши маленькие, но там носочки маминым руками связаны. По образованию Нина Сергеевна – педагог-филолог и дефектолог. До пенсии работала учительницей технологии в Калининской школе-интернат. Потом прошла курсы вышивания. Сейчас она волонтер, учит детей вышивать. Причем некоторые из них с интеллектуальными нарушениями. Я очень рада. За эту работу я прям, я даже сегодня могу готовить ее работать. Просто я вот как волонтер учу детей чуваштской вышивки. Я очень любила свою работу детей. Муж Нины Сергеевны также был мастером на все руки. Виктор Лукьянович – педагог технологии рисования и черчения. Любил свою работу и передавал все свои знания детям. Нет, не знаменитым он не стал. Он стал обычным учителем труда рисования черчения. Ему предлагали место работы директором школы. Он сказал, я на директора не учился, я хочу быть учитель. Он всегда хотел быть только учителем, чтобы заниматься с ребятами. Его умелые руки, работы его детей. Резьба по дереву тоже демонстрировались на выставке ВДНХ в Москве. Нина Сергеевна показала ей работы своего мужа. Эти афорты – дипломная работа. Здесь виды набережной Волги, улицы Старых Чебоксар. Говорит, увидела объявление о съемке фильма «Сурский рубеж» и решила поделиться работами. На этой картине он изобразил, каким были набережные Волги. А здесь был дом крестьянина. Внизу была маленькая столовая, куда мы заходили иногда обед. А там дальше уже набережная была. Я хочу подарить эти картины своему национальному телевидению, чтобы все люди тоже увидели, какой была наша чувашия много-много лет назад. Экспонаты будут храниться на национальном телевидении. Их оцифруют, и в будущем эти афорты увидят телезрители. Валерия Егорова, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика. 2 марта проводится плановая проверка регионально автоматизированной системы централизованного оповещения населения. До этой даты в 10.40 и 11.00 по местному времени запланирована подача сигнала через электросирены и громкоговорители. Жители просят во время звучания сигнала сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ. Это главная новость о Чувашии. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. Будьте с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова